всем привет дорогие друзья из солнечной алании веса сегодня 24 февраля погода стоит просто супер теплая окно машине закрытом очень солнце сильно сильно не просто греет а печет на улице 22 градуса последние пять дней примерно было достаточно прохладно но опять погода восстановилась и дело идет к весне в общем погода шикарная мы сейчас едем в сторону кестеля по работе одновременно покажу вам город какая у нас погода что у нас здесь происходит и конечно же сходим с вами на пляж я знаю вы любите море и по нему скучаете не забывайте обязательно подписываться на наш канал ставить пальчики вверх потому что у нас только та информация которую вы не найдете ни у кого другого и у нас здесь всегда очень очень интересно также в описании к этому видео есть мой номер ватсапа если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите буду рада всем ответить но сейчас друзья едем и наслаждаемся солнечная манья и Продолжение следует... Продолжение следует... С такой погодой сезон у нас начнется совсем скоро. Или даже, возможно, уже начался, потому что вы видели люди в шортах, в майках, в футболках. Конечно же, вода в море не такая теплая, как летом. Кто-то меня спрашивал о том, можно ли приезжать в мае и будет ли тепло купаться. Конечно же, в мае вода не такая, как в сентябре. Прям теплая-теплая. А в мае вода порядка, я думаю, что 22 градусов где-то есть. Кстати, в прошлые года, 1 мая, мы уже купались, поэтому вода вполне теплая для купания. В описании к моему видео есть ссылка на Метеорологический институт Турции. Там есть и температура воды, и температура воздуха. Так вот, друзья, сезон совсем не за горами. И, кстати, если говорить о авиаперелетах, то Стамбул является международным хабом, в который даже во время очень жесткой пандемии летали самолеты. И полеты не прекращались. Сейчас в Анталью летают как международные рейсы, в Аланию летают местные рейсы. И, конечно же, международные рейсы тоже летают. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы приехать, нет. Есть очень много прямых рейсов между разными странами. Поэтому смотрите расписание самолетов. Читала я новость о том, что запускают чартеры уже из России. Поэтому в ваших туристических компаниях узнавайте, полетят ли чартеры из вашего города. Ну и, конечно же, я вам говорила о том, что в начале марта 6-го числа я полечу в Кыргызстан. Кто хочет со мной встретиться, приходите на международный женский форум. А в апреле я буду в Москве. Поэтому ссылка в описании. Буду рада вас всех видеть. Мы приехали в один из самых новых районов Алании. Это район Кестель. С той стороны у нас море. И здесь построено за последние 10 лет огромное количество новых резиденций. Облагороженная территория, дороги. Когда я приехала только в Аланию, здесь еще ничего не было. Здесь большое количество, как я уже сказала, новых резиденций. Как на первой линии, так на второй линии. И если идти ближе к горам, то тоже большое количество разных резиденций, отдельно стоящих домов, вилл и так далее. Также в Кестеле расположен университет. И здесь создана очень хорошая классная инфраструктура. Плюс здесь также расположена русская школа классика М. Поэтому новый красивый район для проживания в Алании. Продолжение следует... Многие из вас задают мне один и тот же вопрос о том, «Где лучше жить в Алании?» И всегда на этот вопрос у меня один и тот же ответ. Где вам лучше всего жить, знаете только вы. Все зависит от того, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, есть ли у вас дети. Хотите ли вы жить ближе к морю или дальше. Нужны ли вам магазины рядом или вы хотите жить в зеленой территории. Все зависит только от вас. Кому-то нравится Махмутлар, кому-то нравится Кестель, вот где мы сейчас проезжаем. Кому-то нравится центр Алании. Мы, например, жили в разных районах. И когда я только приехала в Турцию, я жила в Махмутларе. Мы жили в Тосмуре, в центре Алании. А сейчас мы живем ближе к горам. И в каждом районе, конечно же, есть свои плюсы и свои минусы. Также очень важно, если у вас машина, будете ли вы иметь здесь свой транспорт. Поэтому выбирайте в соответствии с теми реалиями, которые у вас существуют. Нужны ли вам, например, детские сады, школы, детские парки и так далее. Поэтому все зависит только от вас. Поездите, посмотрите и выбирайте максимально благоприятный район для жизни именно для себя. Как я уже сказала, мы сейчас живем ближе к горам. Это связано со многими условиями. Потому что хочется, чтобы летом было прохладнее, зимой жарче. Мама, например, у меня любит ближе к морю, потому что она ходит на пляж каждый день. Ну и поскольку у нас есть машина, то, конечно же, есть возможность ездить дальше, жить дальше и пользоваться своим транспортом. Поэтому, друзья, как я уже сказала, если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в WhatsApp. Ну а сейчас мы едем в сторону Махмутлара. Махмутлара. Мы уже в центре Махмутлара, Махмутлар один из самых популярных и густонаселенных иностранцами районов. Здесь проживает много русскоговорящих. В Аланье всего проживает около 35 тысяч иностранцев русскоговорящих, из которых около 15 тысяч, а из Российской Федерации около 8 тысяч. В Махмутларе очень хорошая инфраструктура. Здесь все компактно, много резиденций, магазинов, есть больницы, рестораны, кафе. Все, что необходимо для комфортного проживания. Здесь также есть спортивные салоны, большое количество парков и территория небольшая, маленький-маленький район длиной около 6 километров вдоль побережья и, как вы видите, от города моря рукой подать, расположен на основных трех улицах, на набережной, на улице Барбароса и на улице Ататюрка, на которой также построили большое количество резиденций. Здесь проходят рынки фруктово-овощные каждую неделю, поэтому можно купить фрукты и овощи в свежие круглый год. Сейчас мы с вами находимся на границе Махмутлара и Кестеля. Я специально поднялась на мост, чтобы показать вам всю эту невероятную красоту. Как вы видите, за мной горы. С той стороны у нас Махмутлар, а с той стороны у нас Кестель и далее уже идет Алания. Если ехать в ту сторону, аэропорт Гази-Паша, а в ту сторону Алания и Анталия. Вот такие вот здесь невероятные просторы, друзья. Очень красиво, жарко, просто супер. Ну и опять, если возвращаться к вопросу о том, где лучше всего жить, как вы видите, в стороне Махмутлара огромное количество разных комплексов. На первой линии, на второй и даже в сторону гор уже стремятся новые комплексы. В Кестеле более низкие здания. В Алании, в центре Алании также низкие дома, до пяти этажей. Есть ближе к горам, в районах ближе к горам, более высокие здания, до 12-14 этажей. Каждый выбирает сам жить около моря. Здесь, как вы видите, дорога и очень близко пляж. Ну и, конечно же, вид открывается очень-очень красивый. Здесь в Кестеле вот такая вот широкая набережная. Она идет от самой Аланьи вдоль моря до Махмутлара, Карагаджака и далее. Здесь в Кестеле также достаточно широкие пляжи. Расположено много отелей. Вот один, например, из отельных баров. Сейчас пляжных баров, сейчас он, к сожалению, закрыт. Но еще февраль месяц, туристов тоже нет. Поэтому пока все закрыто. Но сейчас мы с вами спустимся в самый низ. И посмотрим море. А сейчас идем на берег. Наслаждаться морем. Не забывайте о нашей группе в Фейсбуке. Там Айхан, вот, например, прямо сейчас делает прямой эфир. И прямые эфиры мы делаем очень часто, практически каждый день. Если говорить о пляже, как вы видите, он здесь такой каменисто-мелкопесочный. Есть разные бухточки, где очень плавные входы. Ну, а сейчас первый пляж, на который мы спустились. Как видите, здесь вот такой вот красивый, живописный вход в море. А. С. А. 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 Также еще одним важным фактором при выборе места проживания в Алане является пляж если вы хотите жить прям рядом с песочным пляжем то вам следует выбирать одни районы если для вас пляж не имеет значения и вы предпочитаете например как мы ездить постоянно на разные пляжи сегодня например мы хотим когда лето поехать в гази пашу в каменные бассейны а завтра или на следующих выходных например в анталью или в тот же самый инжи кум мы любим ездить и исследовать разные места поэтому для нас пляж в принципе пляж который находится рядом с нашим домом не имеет значения для нас иметь значение именно то в таком районе находится дом а именно ближе к горам чтобы было зелено и как я уже сказала летом прохладно днем зимой тепло поэтому здесь тоже никто вам не сможет подсказать точно где лучше потому что как я уже сказала выбираете вы сами для себя какой пляж вы любите что должно быть рядом с вашим домом будет ли у вас транспорт если у вас есть дети сколько детям лет если у вас есть пожилые родители нужно были тогда нужно брать ближе к морю потому что например ходить летом далеко полтора километра если нет транспорта это достаточно ну это проблематично это будет очень жарко если до моря еще можно дойти то обратно после отдыха на море человек устанет и идти будет сложно поэтому все вот эти вот факторы обязательно обязательно обозначьте для себя при выборе жилья и еще одним из важных моментов друзья когда вы что-либо покупаете я имею ввиду квартиру машину мебель в дом или что-либо такое прям дорогостоящее обязательно делайте список и формируйте те критерии которые для вас очень важны начиная от цены заканчивая количеством меньше там комнат цветом машины какие ножки должны быть в мебели если вы четко четко сформируйте что вы хотите это обязательно найдется вы обязательно найдете то что ищете главное четкие формулировки я это знаю по себе потому что я всегда четко по критериям выбирают то что мне необходимо на сегодня я с вами прощаюсь надеюсь что вам было интересно и полезно это видео вот из такой вот солнечной прекрасной алании лето начинается сезон начинается приезжайте живите отдыхайте занимайтесь бизнесом в общем наслаждайтесь жизнью в алании для этого все есть на сегодня я с вами прощаюсь всем всего хорошего пока пока а и и и и и